Это канал доктор Виктор Фурсов, энтомологист-биткипер-течер. И я показываю коллекцию инсекций-галов, которая находится в коллекции Института Озоологии и Национальной Академии of Sciences в Киеве, Украина. Сегодня, дорогие друзья, показываю вам небольшую часть коллекции галов специальных образований, которые образуют растения по влиянию различных факторов, в том числе насекомыми, которые называются галлообразователи. Первая часть коллекции, которую я хочу показать, хранится в нашем институте зоологии имени Ивана Ивановича Шмальгаузена в Киеве, Украине, и которая посвящена галлам на растениях на дубе. Вот эта часть будет посвящена галлам на дубе. Галлы такие новообразования, которые вызываются клещами, насекомыми, нематодами. В данном случае как раз галлы образованы различными насекомыми. В большинстве здесь будут находиться галлообразователи из семейства циннипиды, так называемые орехотворки, галлообразующие орехотворки. И все вот эти галлы, вот эти большие круглые шары образованы на листьях, на ветвях, на плодах, будем смотреть дальше, на веточках, на цветах. Первая часть дуба. Собран материал на различных частях света, в Европе, в Азии, различными энтомологами. Большая часть здесь посвящена циннипидам. Собрана Бо Сергеевна и Диканчук. Также галлы были собраны Мариной Дмитриевной Зеровой. Здесь имеются видовые определения, этикетки. Этикетки места сбора в различных частях света. И мы видим самые необычные галлы, которые образуют насекомые галлообразователи. По мотивам их исследований написаны три монографии. Так и называются галлообразователи европейской части, которые были уже изданы с авторством большой группы энтомологов в Киеве. Вот здесь, прежде всего, допустим, интересные галлы на Кверкусе Андрикус Каллари. Орехотворка называется Андрикус Каллари из Ровенской области. Шары с выходным отверстием. А вот такие крупные, огромные шары размером порядка трех сантиметров в диаметре образованы орехотворкой Андрикус Хунгарикус на дубе с латинским названием Кверкус Робур. А здесь вот, видите, маленькие венгерские галлы Андрикус Робольнензис. Галлы могут образовываться даже на небольших, на цветах. Сейчас посмотрим. Здесь имеются сейчас три коробочки, в том числе даже на плодах. На почках, на листьях, на желудях образуются галлы, вызываемые различными насекомыми галлообразователем, в частности, здесь орехотворками. Вот галлы на дубе, которые вызваны галлообразующей орехотворкой Адлерия, Кверкус, Калицис. Собран материал в Ужгороде, Западной Украине. Также вот другие галлы в виде таких ежиков тоже образуют галлообразующие насекомые орехотворки, которые имеют небольшой размер, около 4-3-6 миллиметров. Галлообразующая орехотворка вкладывает яйца в ткани растения, в почку, веточку, в цветок, в плод. И соответствующая ткань разрастраивается, образуя специальное убежище, в котором развивается личинка галлообразующего насекомого. Например, вот карпатский галл. Это все гербарии, вызванные орехотворкой под латинским названием Андрикус кори. Люцидус. Андрикус люцидус образует вот такие ежики. Андрикус глютинозус, круглые шары. На обычном дубе Кверкус робур. Галы имеют естественный цвет, конечно, более зеленый, коричневатый, но уже в гербарии они высохшие, изменились в свой цвет. Вот очень необычный, такой в виде цветка галл. Пушистого. Тоже на дубе. Так, смотрим другие галы. Вот здесь мы видим как раз скрытый галл, скрытое такое новообразование, шар. Внутри имеются полости. В каждой полости находилась в свое время личинка, затем куколка, потом взрослые насекомые, орехотворки, семейство циннипиды. А уже в весенний летний период следующего сезона орехотворки пробуравливали выходные отверстия и вылетали из этих галлов. Например, орехотворка биориза полида, самый обычный, часто распространенный галлообразователь на дубе. Вот имеются какие шарообразные галлы новообразования на почках дуба. Образовывал Андрикус Конгломерата. Орехотворка Адлерия Конгломерата. Тоже собрана в окрестностях дуба Любовь Сергеевна Диканчук Марина Дмитриевна Зеровой. Галлы на коре дуба в том числе. Казалось бы, откуда могут взяться галл? Даже на коре образуются такие шары, в которых живут насекомые, живут личинки галлообразующих насекомых, орехотворок и других насекомых из других отрядов, не только перепончатые крыла. Так, вот на листьях мы видим, что это дуб с окрестностями укачиваясь галлами Андрикус Солитариус. Вот такие вот маленькие округлые пятнышки на листьях. Такие большие галлы часто образуются в массе на листьях дуба. Сейчас мы их посмотрим. Тут у нас в коллекции их много. Вот, пожалуйста, галлы на цветах маленького размера, 3-4 миллиметра цветы завязались и образовали не плоды, не желуди, а кругленькие галлы, орешки. Даром галлообразующие орехотворки, так и называются, орехотворки, потому что образуют такие забавные шары, которые самые в конце сейчас мы покажем, цинипс, кверсифолиус, которые похожи на орешки, на дубе, но внутри находится камера, в которой развивается личинка орехотворки. Здесь тоже множество небольшого размера орехотворок галлы на кверкус робур. Вот эти уплощенные формы галлы, а вот имеются в виде таких небольших моллюсков в виде шариков с вылетным отверстием. Могут быть вот такие порядка 3-х миллиметров новообразования. Вот из Джиннебека из Крыма также на дубе голообразующие орехотворки сделали свои домики. Вот имеются такие голы белого коричневатого цвета с пушистым поверхностью. Вот подходим к тем самым орехотворкам, которые чаще всего встречаются. Называются Cynips Longi Ventris и Cynips Quercifolia. Вот такие шары белого зеленоватого цвета можно часто встретить на дубах. Собраны в окрестностях Киева. Квыргус собраны в окрестностях острова Кунаширы, в окрестностях Северного Ководска. И там вступала нога украинского энтомолога Пархоменко, а также Валерия Михайловича Ермоленко. Здесь есть материалы и энтомолога Ермоленко Валерия Михайловича тоже. Вот листья дуба с круглыми пятнышками. домики, которые делают личинки орехотворок. У орехотворка имеются также паразиты, имеются инквилины, имеются паразитические насекомые, которые питаются личинками этих галообразующих насекомых внутри галлов. Для этого они прокалывают уже сформировавшийся галл. Личинка паразита питается личинкой уже хозяина, насекомого хозяина. Андрикус Корона образует такие виде угловатых орешков коричневые галы. Галы из Крыма андрикус галлэйру формис на крымском виде дуба петрея небольшого размера округлые шарики. Вот мы видим такое большое разнообразие галлов имеется на долбе. Это не предел, потому что только чаяц коллекции, которая хранится в Институте зоологии Национальной Академии Наук Украины в Киеве. Коллекция посвящена различным видам растений из различных родов. Сегодня мы показываем кверкус, дуб, имеются также и другие растения из других родов. Вот видим большое разнообразие форм, размеров, все это и место обитания с определительными этикетками и географическими этикетками. Вот пушистые галы Хиласпис Нитида и бархатистые галы бархатистой поверхностью. А вот эти крупные три сантиметра Андрикус Гунгарикус шипастые с острыми шипами. Бархатистые вот здесь имеются еще бархатистый Кверкус Рамули так называется хозяин Андрикус Кверкус Рамули все это не пух все это необычное образование на ветвях дуба вызвано голообразующими орехотворками насекомыми которые делают галы в которых развиваются их личинки. Вот на цветах Андрикус Руссулярия из Венгрии на цветах маленькие галы небольшие на листьях материал требует индивидуального выведения содержания в отдельных пробирках стеклянных пластиковых тщательного отбора материала в процессе выведения вылета насекомых монтировки материал вылетевший из таких гал хранится уже в коллекции насекомых также заэтикетирован географическими этикетками экологическими этикетками и определительными этикетками а здесь та часть посвященная которая растениям растениям хозяев вот собранный энтомологом Валерий Михайлович Ермоленко из Ровенской области галы вот такие у нас сегодня были галы которые образуют насекомые орехотворки циннипиды из отряда перепончатые крылые химиноптера в дальнейшем будем смотреть другие галы на других растениях если вам интересно заходите на наш канал подписывайтесь увидите много чего интересного кто еще не видел не заглядывал в коллекцию кто нет не имел возможности ознакомиться с такими интересными материалами лично теперь может увидеть в цифровом варианте так что подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комментарии задавайте вопросы до новых встреч на моем канале вот будем показывать коллекцию галлов в том числе даже как коллекцию насекомых до новых встреч на моем канале с вами был Виктор Фурсов энтомологист на Бикипер Тича пока-пока до новых встреч на моем канале до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч